здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сад чудес вновь на даче третий день у нас как нет дождя светит солнышко и жара 28 29 градусов пора опрыскивать и сейчас я буду опрыскивать от грибковых заболеваний плюс микроэлементами розочки находятся ну так если в общем говорить то в хорошем состоянии они уже выпросили бутончики бутончики набирают силу листва в основном на розах хорошие листочки красивые зеленые блестящие но конечно инфекция все равно будет потому что полтора месяца дождей сырости до сих пор одно конечно скажется обязательно на растениях и поэтому я решила обработать вот квадрочка у меня розочка я показываю в хорошем она состоянии хорошие листочки набирает силу это плетистая роза высокая и конечно и очень трудно без микроэлементов поэтому все делаю с микроэлементами а вот розочка поставила моя любимая розочка красавица но видите у нее кончики листьев красные это нехватка железа поэтому железо магния поэтому обязательно сейчас буду опрыскивать еще и микроэлементами микроэлементы я рассыпаю и внизу внизу по земле но чуть-чуть конечно вот гумат плюс 9 я рассыпала вот пастелочка ведь какая она красивая и можно только 15-20 сантиметров от столиков я по чуть-чуть рассыпаю гумат плюс 9 гумат плюс 7 можно а это фрезия она у меня в лучшем состоянии чем остальные розы ну она не болезненная роза и поэтому легче переносит такую сырость конечно но сырость была до сих пор стоит вода она испаряется конечно во всего три дня тепла много она конечно еще пока не испарилась тоже набрала бутончики листочки нормальные красивые хорошие но все равно буду опрыскивать микроэлементами все розочки чтобы избежать дальнейших заболеваний чтобы придать ей силу фрезе потому что вода конечно вы мало все полезные элементы из земли это представляете полтора месяца дождей когда земля настолько уже напиталась влаги что уже не уходит а это у меня молоденькая garden спас вот тоже у нее видите красные кончики красные листочки это уже конечно вот нехватка магния и и обязательно нужны микроэлементы красавица такая красивая а это у меня королева елизавета тоже вот с красными кончиками красными листочками тоже не хватает микроэлементов надо обязательно посыпать снизу и подкормить сверху ее что мы сейчас и сделаем а это у меня розочка леди гамиль то очень красивая розочка остинка но конечно вот видите совсем прям такие красные листочки и не очень крупные и развиваются она похуже чем остальные розочки вот и нехватка железа я вижу поэтому обязательно рассыплю внизу еще гумат плюс 9 а это у меня black bakara самая черная розочка ну ничего она это чайно-гибридная розочка но все равно надо конечно ее поддержать потому что в такое сырое время вот и на этой розочке дианс рафс тоже красные листочки но она подвержена заболеваниям поэтому нуждается конечно в опрыскивании опрыскиваю я дискором 2 миллилитра ампулка вот я развожу значит так вот написано для розы мучнистая роса черная пятнистость я как развожу черная пятнистость 2 миллилитра это вот ампулка на 5 литров воды и добавляю еще брексил комби это микроэлементы все необходимые микроэлементы для растения вот эту ампулку я все отправляю в 7 литровую 7 литровую емкость и добавляю ну вот я добавила не на кончике даже побольше приблизительно где-то наверное треть чайной ложки брексил комби все хорошо размешиваю обязательно так долго пусть даже постоит чуть-чуть потому что брексил комби он нужен постоять чтобы размешался хорошо и опрыскиваю опрыскиваю тщательно чтобы попасть и на внешнюю и на внутреннюю желательно часть листьев чтобы вот избежать грибковых заболеваний они уже конечно начинаются вот на некоторых розах я заметила листочки уже с пятнистостью то есть чуть может быть даже раньше надо было но были дожди а это garden спас во всей своей красе этот почти двухметровый стал уже куст он уже догоняет полскажет плетистую розу то есть я его сильно не обрезая только выпиливаю крупные стволики он уже набрал силу конечно и красивый а как же без лягушечек красивые лягушечки стоят на пенечке всего доброго мои дорогие друзья пишите ставьте лайки подписывайтесь с колокольчиком я всегда вам рада и с удовольствием отвечаю на все ваши комментарии пока пока пока